Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова. Смотрите сегодня. Сбил мужчину и коляску с ребенком. Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП в поселке Лебяжье. Бил ножом друга. В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении Ивана Христолюбова. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Познакомились в магазине и пошли в гараж. 66-летний житель Нововязка подозревается в убийстве пенсионерки. Неожиданный поворот. Я не знаю. Я ехал в прямом направлении. На улице Комсомольской столкнулись ВАЗ, 11-й модели и Опель. Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП в поселке Лебяжье. Там водитель Деунексия сбил мужчину с коляской, в которой находился ребенок. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла в понедельник в 16.30 в поселке Лебяжье. По предварительным данным ГИБДД водитель Деунексия сбил мужчину с ребенком. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Деунексия совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части с коляской. В результате происшествия 60-летний мужчина-пешеход получил травму и был госпитализирован в медицинское учреждение. Также травму получил двухлетний мальчик, который находился в коляске. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В Уречевском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным полиции, 58-летний водитель Гранты не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В итоге, вероятный виновник аварии получил травму и его госпитализировали. Еще двух человек госпитализировали в Пижанском районе. По предварительным данным ГАИ, неустановленный водитель десятки также не справился с управлением. В кювете автомобиль перевернулся. Водитель убежал, два пассажира авто травмировались и их увезли в больницу. В Кирове на Октябрьском проспекте пострадал 10-летний школьник. По предварительным данным ведомства, на перекрестке он побежал на красный сигнал светофора, и его сбила девушка-водитель Киарио. Пострадавшему медики оказали помощь. В Зуевском районе вылетел с трассы и опрокинулся. Водитель скании с прицепом. В этом ДТП пострадала лишь техника. Еще одна скания, на этот раз самосвала, прокинулась в Верхошижемском районе, на дороге Среднеевкино-Нижнеевкино. Из машины высыпался песок, пострадавших нет. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении Ивана Христолюбова. Мужчину обвинили в покушении на убийство. 9 апреля в офисе на улице Калинина он устроил кровавое побоище. Ножом порезал своего друга, тоже, кстати, Ивана. Попытку убийства зафиксировала камера видеонаблюдения. События развивались в офисе потерпевшего. Там он работает менеджером. На съемке видно уже финальную часть разговора. Потерпевший Иван ударил своего знакомого по лицу. Тот был обескуражен, а затем у обвиняемого возник умысел на убийство. И он стал медленно подбираться к потерпевшему. И, выбрав момент, начал наносить резкие удары ножом по шее и телу. Удары были беспорядочные. Потерпевший сопротивлялся. Очевидцами кровавой разборки, судя по всему, стали коллеги Ивана. В итоге, молодому человеку удалось вырваться из рук обвиняемого и убежать. Тот скрывался от полиции три дня, но впоследствии был задержан. 12 апреля был задержан подозреваемый. В настоящее время в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевший был госпитализирован. Его прооперировали, и сейчас он находится в сознании. Плохо разговаривается. Обвиняемый попал ему в шею и повредил ротоглотку. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи назначили необходимые экспертизы. Провели осмотр места происшествия, в том числе по месту жительства подозреваемого. В ходе которого обнаружено и изъято предположительное орудие преступления – нож. Проводятся иные следственные действия. Выясняется обстоятельство произошедшего, а также мотивы совершенного преступления. Обвиняемый Иван Христолюбов был арестован. За попытку убийства ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас дело передано в Ленинский районный суд. Михаил Ивагин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама, и вот что вы увидите после нее. Познакомились в магазине и пошли в гараж. 66-летняя житель Нововятска подозревается в убийстве пенсионерки. Семьи остались без крова. В Средниевке насгорел жилой дом. Неожиданный поворот. Начал с правого ряда разворачиваться передо мной налево. Или поворачивать налево, или разворачивать, я не знаю. Я ехал в прямом направлении. На улице Комсомольской столкнулись ВАЗ 11-й модели и Опель. Летели на красный. На улице Воровского камера зафиксировала гонки двух водителей на классиках. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. 66-летний житель Нововятска подозревается в убийстве пенсионерки. Известно, что мужчина познакомился с ней в магазине и пригласил в свой гараж, где и произошло преступление. Все подробности в рубрике «Сводка». 9 ноября 66-летний житель Нововятска познакомился в одном из местных магазинов с 59-летней женщиной. В тот же вечер он пригласил пенсионерку к себе в гараж, расположенный в Радужном. Там новоиспеченные знакомые стали распивать спиртное, а затем поссорились. Пенсионер взял нож и ударил им женщину по голове, шею и телу. От полученных травм она скончалась на месте. Осознав, что произошло, мужчина ушел домой и рассказал обо всем членам семьи. Те вызвали полицию, пенсионера задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Решается вопрос о его аресте. Расследование дела продолжается. 12 ноября около пяти часов утра в Среднеивке, на неподалеку от заправки, загорелся двухквартирный дом. В момент ЧП в доме находилась семья Алексея Попова, главы администрации деревни Угор. Всем удалось покинуть горящее здание, но имущество спасти не удалось. Помещение изнутри выгорело полностью. Решается вопрос о материальной поддержке пострадавших. 11 ноября на улице Деповской вспыхнул нежилой одноэтажный деревянный дом. По словам очевидцев, пожарные быстро приехали на место и ликвидировали огонь. Причина возгорания выясняется. Волонтеры и полиция разыскивают 66-летнего жителя Котельнического района Анатолия Духевича. Пенсионер пропал 7 ноября. Если вы знаете, где может находиться Анатолий Духевич, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, место происшествия. Опасный разворот вслепую выполнил водитель 11-й на улице Комсомольской. Ко всему прочему, у него не работал поворотник, и это стало причиной ДТП. Сзади ехал водитель Опеля, который успел вывернуть руль влево. Машину он не задел, но заскочил на бордюр и врезался в дерево. Подробности аварии в сюжете Павла Москвина. По словам водителя 11-й Игоря, в Киров он приехал со Слободского, чтобы отвезти друга на ЖД вокзал. Но на улице Комсомольской он решил развернуться. Вы, получается, справа крайнего ряда решили влево повернуть? Я ехал, не тут не видно полностью, не с крайнего правого ряда. Я ехал по краю, поверачивать налево хотел. Он, получается, в этот момент вас обгонял? Не обгонял. Я слышал сигнал, но не поворотник там сзади не работает. Из-за этого он не видел. А сроки не это у вас было? Нет. Не было, да? Водитель «Опеля» Даниил ехал сзади и не мог среагировать на внезапный маневр Игоря. Ко всему прочему, на 11-й не работал левый указатель поворота. Начал с правого ряда разворачиваться передо мной налево. Или поворачивать налево, или разворачивать. Я не знаю. Я ехал в прямом направлении. Я выскочил из нее. Колени очень сильно ушибся, поэтому вышел из машины с радостью. Если верить Игорь, он пытался повернуть по всем правилам, но не знал, что у него не работал поворотник. Поворачивал. У меня, ну, поворотник-то работает. Я же не думал, что это. А потом сигнал-то услышал и испугался. Я не знал, куда деться. Не знаю, куда деться. Помеху. Второй получил травму, а его иномарке после удара о бордюр и дерево предстоит ремонт. Сергей Пичугин, Павел Москин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Летели на красный. На улице Воровского камера зафиксировала гонки двух водителей на «Классиках». Опасно маневрировал. На улице Воровского шашечник на «Гранте» чуть не попал в ДТП. На улице Воровского камера зафиксировала гонки двух водителей на «Классиках». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Воровского и Попова две белые классики устроили гонки и проехали на красный сигнал. На улице Солнечной водитель машины с камерой с сигналом разогнал перед собой нарушителей, которые не уступили ему дорогу. На улице Воровского шашечник на гранте, чуть не попал в ДТП, водитель опасно маневрировал и подрезал попутные автомобили. На улице Карла Маркса водитель синего «Фиата» не убедился в безопасности маневра и резко повернул налево. На улице Московской наглый водитель серого «Опеля» не стал стоять в заторе, а подрезал машину с камерой на повороте. На Октябрьском проспекте владелец регистратора едва не въехал в таксиста на «Шевроле». На улице Ленина автомобилисты уступили дорогу двум пёсикам-нарушителям. Михаил Вагин. Место происшествия. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом всё. В студии была Алина Котрихова. До встречи. Алина Котрихова